Привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам невероятную книгу, настоящую, зимнюю, уютную, просто потрясающую. И, наверное, так совпало, что в последний день зимы нас просто засыпало снегом. У нас вчера была метель, минус 10, там, по-моему, до минус 17 было. И, в общем-то, настоящие трескучие морозы, поэтому провожаем мы зиму по-настоящему зим по-зимнему. И такая книга будет, кстати, не только зимой, но и в течение всего года, потому что, на самом деле, она просто кладезь сумасшедших вкусных, аппетитных идей, как можно провести время с чашечкой кофе и чем-то вкусным. Я приготовила из этой книги вот такой пирог с яблоками. В кухне витают просто сумасшедшие ароматы корицы, ванили. Я не знаю, как можно удержаться, но я очень быстро снимаю видео и бегу пить кофе. И ребенок просто уже последние минут 10 добивается на кухню, чтобы взять себе кусочек и сделать какао. Поэтому спешу поделиться книгой и, конечно же, рецептом этого сумасшедшего вкусного яблочного пирога. Собственно, книга о скандинавской кухне, о скандинавской выпечке, в частности, в последнее время это такое новое, скажем, течение. Хотя я покупала книги о скандинавской выпечке и скандинавской кухне, наверное, еще лет 5-7 назад на Амазоне, на английском языке. Я одну из них вам показывала. То бишь на Западе и в других странах это не новинка. Но к нам это вот приходит только сейчас. У нас начали открываться финское кафе, там норвежская выпечка и так далее. И люди идут, и это пользуется спросом. Поэтому, наверное, книги переводятся на конец. Просто это супер. В этой книге более 60 рецептов. Просто собраны вот изюминки, потому что авторы этой книги владельцы кафе в Лондоне и с маленьким таким магазинчиком продуктовым. И они собрали в эту книгу те рецепты, которые пользуются популярностью в их заведении и которые очень любят их клиенты. Здесь есть полезная информация о продуктах, о крупах, муке, о ягодах, о специях и других продуктах, которые могут понадобиться вам для выпечки. Но ничего, поверьте, супер недоступного такого, что нельзя найти на наших прилавках, здесь нет. Основные рецепты, которые вам понадобятся в дальнейшем там в рецептах, и миндальная паста, и марципан, и крем, все это здесь есть. Здесь есть разделы с печеньем, которые объединяют не только печенье, но и всякую такую мелкую выпечку, которую на севере называют как раз печенье, чтобы особо не заморачиваться. И все эти рецепты, они действительно невероятно аппетитные, уютные, согревающие их и на елку, и в мир, и гостям, и себе к чашке чая зимним вечерком, как-нибудь под просмотр фильма какого-нибудь классного, прям вот на ура. Есть вот такие развороты, где приоткрывается, в общем-то, завеса понятий хюгге, которые становятся, я надеюсь, я правильно это произношу, хюгге и фика, которые, да, становятся очень популярными, и сейчас очень много книг выпускается на эту тему. Но здесь эти понятия раскрываются как раз вот через конкретные рецепты, и вот такие вставочки с фотографиями, которые не касаются кулинарии напрямую, они делают книгу особенно уютной, погружают как-то вот в атмосферу той страны по рецепту, который вы готовите. Есть раздел с быстрыми рецептами, я приготовила вот этот яблочный пирог, это вообще такое чудо, норвежский яблочный пирог по вот этому рецепту быстрой выпечки. И немножечко больше я взяла корицы, поэтому сразу на это обращаю внимание, он у меня немножечко темнее, потому что больше корицы и больше коричневого сахара для яблок. Здесь рецепты очень уютные, такие, которые вот действительно осенью и зимой будут востребованы и любимы, ну и весной и летом, я думаю, что не менее любимы. Очень интересные здесь также рецепты тортов и пирожных, ну это не совсем те пирожные, которые как бы мы подразумеваем, да, но и выпечка вот как раз на каждый день, это то, что можно быстро сделать и особо не заморачиваться, простые рецепты. Торты здесь, конечно, украшены, как я люблю, ничего лишнего, как и пирожные, ничего такого замысловатого, над которым нужно простоять трое суток и потом за полчаса все это съесть, ну вот кроме, наверное, вот этой башенки тут придется потрудиться. А так, в принципе, выпечка простая и украшена довольно просто, такого суперсложного ничего, ну может быть вот здесь выровнять. Хотя здесь, как говорится, каждая хозяйка сама себе кузнец, можно все это еще более упрощать при необходимости. Самый мой любимый раздел вообще во всех книгах о скандинавской выпечке и скандинавской кухне, это там, где есть булочки, потому что дрожжевая выпечка, вот такие северные такие рецепты дрожжевой выпечки, они, мне кажется, самые уютные и самые аппетитные. Это всегда карамель, это всегда липкий такой слой какой-то, это всегда много начинки, крем и выглядит это, конечно, безумно аппетитно, просто от таких булочек их нельзя печь категорически, потому что этот противень просто за вечер, мне кажется. Вот такая сковородка у меня лежит, кстати, в последнее время без дела, я хочу опробовать этот рецепт датских рождественских пончиков, кажется, близки они называются, да, или как-то так. И здесь еще есть рецепт финских обычных пончиков и вафли сладкие и не сладкие, я не знаю, почему их отнесли авторы в раздел дрожжевой выпечки, они на разрыхлителе и тот и другой рецепт. И зимушка-зима, вот у нас приблизительно сейчас вот так все выглядит в снегу и очень-очень красиво, поэтому у нас практически север. Вот такие рецепты, я не всегда могу найти нужные слова и не всегда могу выразить, насколько сильно мне нравится эта книга, но если брать по десятибалльной шкале, то этой книге я дала бы 20 или 30 или больше. Потому что она выглядит так, как в моем понимании должна выглядеть идеальная книга о выпечке. И в ней все прекрасно, мне кажется, практически вот все прекрасно. И если вы любите уютную выпечку, если вы любите скандинавскую кухню, если вам нравятся булочки, пироги вот такие уютные и рецепты, над которыми не нужно там стоять, просто часами убиваться, я очень рекомендую вам эту книгу. В ближайшее время покажу вам еще несколько книг о скандинавской кухне. И я заказала еще одну книгу с Амазона. Жду ее уже, конечно, более месяца. Я купила ее, кажется, после Нового года. И как только она об ней придет, тоже обязательно поделюсь с вами этой книжечкой. На этом всем спасибо за внимание. Поздравляю всех с приходом весны. И желаю вам всегда хорошего настроения, независимо от погоды за окном. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok